Уважаемая команда Зенит. Мы убираем всех моделей. Всегда есть те, кто за и те, кто против. Мы женщины всегда за. Нашему фотографу мы усложним задачу. Ну, вы мучаете животных. Маленькие, черные, белые, большие, любые. Франция, Испания, Италия. Но также мы будем устраивать фото дни. Кого сегодня мы разыграем среди подписчиков? Наверное, того, кто больше всех разговаривает. Это именно свойство породы. Бренд. Да, Husky Best это бренд. Спонсором нашего канала и данного выпуска являются паблики «Модели на неделе ТФП». Это самые крупные сообщества творческих людей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Множество объявлений от опытных и начинающих фотографов, операторов, блогеров, моделей, визажистов и даже режиссеров кино. Все ссылки в описании. Подписывайтесь и присоединяйтесь к съемкам или создавайте свои проекты. Дай сюда. У нас сегодня семейная съемка. До свидания. Всем привет. Это проект «Попасть в кадр». Сегодня у нас нестандартная съемка для нас, потому что мы убираем всех моделей. Мы делаем чисто семейную фотосъемку с такими потрясающими мини-хаски. Мы пригласили семейную пару, непрофессиональную. Делаю на это акцент. Потому что в проект «Попасть в кадр» может попасть любой желающий. Разумеется, взять опытную модель с ее опытными детьми было бы проще и эффективнее. Но мы даем шанс попробовать в нашем проекте любому. Поэтому сегодня Константину, нашему фотографу, мы усложним задачу. Ему придется работать с людьми, которые редко бывают на съемках. Ребенок, может быть, вообще первый раз в жизни снимается с животными. Поэтому посмотрим, что у нас получится. Погнали! Сегодня я хочу вам представить наших друзей, с кем мы работаем очень давно. Делаем фотосессии, фото дни. Это Хаски Бест. Очень замечательные ребята. Расскажи немножко именно о вас. Мы занимаемся этим делом уже очень давно. В целом началось все просто с любви к животным, в частности к собакам. Самое главное – это наши актеры. Вот они. Маленькие, черные, белые, большие, любые. Основная наша задача на съемках – это дать возможность людям, в первую очередь детям, получить те самые незабываемые эмоции от общения с маленькими животными. С щенками. И благодаря этому общению мы можем получить на кадре те самые яркие эмоции. Я работал еще и с другими животными. То есть в моем арсенале огромное количество и животных, и семейных фотосессий проведенных. Такой вопрос, с чем я сталкивался иногда. Иногда пишут в комментариях, что вы мучаете животных. Такие негативные какие-то сбросы происходят, которые… Я ни разу не замечал, чтобы там животное как-то мучилось или еще что-то. Они довольно-таки активно играют и с детьми, и с детьми с животными. И в общем-то, насколько я знаю, тем же щенятам, чем сидеть где-то дома в вольере, им больше по кайфу, когда с ними играют, тем более они довольно-таки ручные. Всегда есть те, кто за и те, кто против. Это нормально. Щенкам общение необходимо. Что касается условий для самих собак, то у нас уже за многолетний опыт этой работы выработан алгоритм, который просто не дает собакам уставать, не дает собакам чувствовать себя некомфортно. У них есть свои отдельные клеточки. У каждой собаки есть своя бутылочка, своя тряпочка, своя еда, своя игрушка. Только с радостью едут сниматься. Будут ждать общения с детьми, игры. Это именно свойство породы этих собак? Или вы, в принципе, так воспитываете животных, что они с малых лет такие вот дружелюбные и открытые? Во многом как раз-таки съемки с щенячьего возраста они воспитывают в животных характер такой, который не может никак привести к агрессии к человеку или к ребенку, кому-то еще. С самого начала, с самого детства они общаются между собой, с людьми, с другими животными, даже есть контакты. И поэтому это все воспитывает в них терпеливость, игривость, но никак не агрессию. И вырастают они уже большими добрыми собаками. Я считаю, что это большой плюс как раз-таки в воспитании. Команда Husky Best – это большая дружная команда, в которую попадают фотографы, стилисты, визажисты. И некоторые модели с нами сотрудничают на постоянной основе. Мы расширяемся, мы работаем в Питере, в Москве. Ребят, хочу обратить ваше внимание на то, что мы сейчас будем проводить не только индивидуальные какие-то фотосессии с этими милыми животными, но также мы будем устраивать фото дни. В нашей группе ВК можно увидеть всю актуальную информацию. Смотрите, записывайтесь, участвуйте. Увидимся на съемках. Все будет Husky Best. Паша, рассказывай, понравилась съемка? Да. Что тебе понравилось? Лотка-царка. Лотка-царка понравилась? А собачке не понравились? Больше понравились. Какая собачка больше понравилась? Какая, белая или черная? Белая. Белая? Часто тебя мама с папой возят на фотосессии? Нет. А ребенку сколько лет? Три с половиной. Три с половиной. Ты знаешь, что психологи и фотографы рекомендуют устраивать фотосессию минимум раз в месяц, чтобы женщина была счастлива? А, это надо мужу рассказать. Это надо мужу рассказать. Не мне. Мы женщины всегда за. Мы женщины всегда за. Для мужчин сложно. Спасибо, что приехали, поучаствовали в съемке. Надеюсь, всем понравилось. И все отлично было. Спасибо, собачка. Спасибо, собачка. Что, Леш, результат сегодняшней съемки. У тебя появилась собака, да? Как я понимаю. Мне хотелось бы такую хорошую собаку. Как стрелка. Какую съемку лично сам хотел бы съесть? С лошадьми. Ну, со всеми животными, с фермой, с паросятами, с курочками. С этими хотелось бы сняться. Еще мне хотелось бы на стадионе снизу-то сняться. Мне больше нравится там. Я когда-то там был, два раза я смотрел матчи. Там мне понравилось. Хороший стадион, хорошая футбольная команда. Уважаемая команда «Зенит», мы всей командой приглашаем вас к нам на съемку за ваш счет. Давайте познакомимся поближе с нашими звездами. Как щенят зовут? У тебя на руках «Вольт». Это уже полугодовалый «Помски». У меня на руках стрелка. Этой девочке два месяца. Это второе поколение «Помски». Соответственно, по размеру они немножко разные. «Вольт» уже больше не вырастет. А эта наша девочка, его никогда не догонит по размерам. То есть у таких разных комплекций они бывают. То есть вы видели вот таких вот мини-хаски, да? Да-да-да. Изначально все начиналось с породы хаски и дальше переросло в их маленький портотип, который называется «Помски». Слушай, ну хаски – это же собаки, на которых в упряжке, правильно? Хаски используются много где, в том числе в упряжке. Ну а это вариант для тех, кто хочет себе такую собаку, как хаски, но, допустим, живет в городе или в небольшом доме. В России можно по пальцу пересчитать питомники, которые делают именно такую породу и настолько качественно. Слушай, ну как мне фотограф сказал, что ваш питомник – один из самых популярных в России. Вы ездите и в Москву на съемки, и в другие города, и в Питере вас все знают. То есть, ну, бренд. Да, хаски-бест – это бренд. Что касается помски, мы его немножко отделили, и называем его помски-бест. Соответственно, и в Москве, и в Петербурге, и в других городах уже проведено, наверное, больше тысячи фотосессий, на которых мы показываем своих собак, даем возможность людям познакомиться с этой породой. Вы их разводите, продаете, да? Если вы их просто коллекционируете, то есть, ну… Начиналось все с коллекционирования, но коллекционировать можно бесконечно. В один момент они перестали вылезать в наш дом, и пришлось с некоторыми попрощаться, отправить их в другие семьи. Ну, теперь мы их продаем, и получается это очень успешно, поскольку живут они не только в России, но и за рубежом. Собаки отправляются в такие страны, как Франция, Испания, Италия, Израиль и так далее. У каждой собаки своя родословная. Мы ведем только свои родовые линии, и очень гордимся ими. Все собаки чистокровные, от лучших мам и пап, которые только могут быть в России и Европе. Мы находимся не так далеко от Петербурга, в пределах 50 километров. Всегда можно приехать к нам, посмотреть, как собаки живут, как они обитают в своей среде, потому что они обитают стайками, у каждого есть свой дом, все вместе живут, играют, и потом уже посмотреть, подойдет ли вот такая собака вам. Мы дошли до такого уровня развития, что можно уже приехать и выбрать собаку. Однако, если хочется эксклюзивный вариант, то, конечно, он идет под запись. Можно ждать от полугода до года в среднем, если нужен какой-то конкретный вариант. Я понял. Так, кого им сегодня мы разыграем среди подписчиков? Наверное, того, кто больше всех разговаривает. Хорошо. На самом деле, у нас среди подписчиков разыгрываются магниты с логотипом Husky Best. Как крупные заводчики, мы, естественно, называем своих собак каждый помет на определенную букву. А так как у нас уже больше тысячи собак выпущено, выпускников, то иногда возникают проблемы с их именами. Давайте придумаем самые красивые имена для наших собак. Для ближайших пяти щенков победителя ждет магнитный подарок, и щенка так и назовут. Да. То есть вы дадите имя такому потрясающему животному. От себя хочу добавить, что если вы хотите собаку, всегда мечтали о хаске, то в Омске это идеальный вариант для вас. Также хотелось сказать спасибо фотостудии Beverly Hills, которые нас пригласили сегодня на эту съемку, предоставили нам локацию. Мы сделаем с ними несколько выпусков. Следите за новостями. И самое главное, любите животных. И все отлично было. Спасибо, собачка. Спасибо, собачка. Фотографу и оператору такси, а вот собачкам огромное спасибо. Все. Бабла, б***ь. А как эти кадры вяжутся в форме семейной фотосъемки? Шведская семья. Шведская семья, да? Все нормально. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok